Звезды, солнце и полумесяцы, щиты, мечи и короны, орлы, медведи, драконы и львы, кресты, свастики и трескелеоны. Что общего у всех этих, казалось бы, не связанных между собой предметов? Все они, так или иначе, в самых разных мыслимых и немыслимых интерпретациях и деформациях встречаются на гербах, флагах и логотипах по всему миру. Сегодня мы с вами окунемся в доселе нетронутый омут. Тема Геральдики крайне обширна и увлекательна. Она позволяет найти связь там, где, казалось бы, ее и быть не может. И сразу предупреждаем, никакой идеологической подоплеки в этом ролике нет. Все гербы и символы будут демонстрироваться исключительно в познавательных целях. А если эта тема окажется вам интересной, то мы будем рады сделать еще роликов, материала здесь хоть на отдельный канал. Хоть видео и посвящено в первую очередь средневековой Геральдике, нам придется немного выйти за рамки этого и без того длинного периода, просто чтобы пояснить за контекст некоторых отдельных символов и сути Геральдики в целом. Сама Геральдика – это раздел науки и целая художественная традиция, которая предписывает определенные правила к разработке гербов, в частности, родовых и рыцарских. Геральдика в таком виде появилась, в общем-то, не так давно, в первой половине XII века между I и II крестовыми походами. Дело в том, что в этих походах была целая куча рыцарей, принадлежащих разным орденам, родам и королевствам. Чтобы в этой суматохе можно было как-то держаться своих и опознавать павших, было придумано наносить какие-то знаки на самую видную часть рыцаря, на щит. Отсюда и то, что многие гербы имеют в первую очередь форму щита, как придумали, так и оставили. В первый поход это не учли, а во втором уже вовсю использовалось. Но неужели до этого никаких гербов не существовало? Конечно же они были. Человеку в целом присуще искать и придумывать какие-то символы для идентификации и придания смысла. Мы и сейчас, в светское то время, этим занимаемся. У любой даже маленькой компании, объединения, товара или городка есть свой логотип, печать, флаг и что-нибудь еще. Это в целом довольно удобно и вряд ли кто-то будет возражать. Ну а в древности этим занимались и подавно. Многие такие символы восходят к тотемизму. Условное племя поклонялось змеи, а потом, перерастя в цивилизацию, поместило эту змею в корону своему правителю. Также, к примеру, и у греков. Несмотря на очеловечение богов, символом Афин стала сова, атрибут одноименной богини. Ну а вот спартанцы париться не стали и просто нанесли на свои щиты греческую букву «Лямбда», первую букву названия своего полиса на греческом. Да даже у охотников-собирателей Африки, Австралии и Южной Америки используются разные предметы для самоидентификации. Краски, специальные виды перьев или листьев. Ограничиваются только фантазией, в общем. Зачем гербы в целом нужны, мы разобрались. Со временем, как и любое другое ремесло или искусство, геральдика совершенствовалась и усложнялась. К концу средних веков свой герб был у всего, что только могло его иметь. Не было его разве что только у деревенек, где жили крестьяне, да и те имели отличительные знаки в виде, например, какого-то уникального орнамента на одежде. Но давайте поговорим о каких-то символах, которые красной нитью проходят с древности до наших времен. А начать можно с самого известного, с орла и его разновидности в виде двуглавого орла, который обожали и обожают буквально все. Прямо сейчас его так или иначе используют добрая половина европейских стран, регионов, городов, да и дворянских родов тоже. Все они унаследовали этот символ у Византии. Ее все в средние века почитали хотя бы формально, потому как воспринимали не как наследницу того самого древнего Рима, а именно как тот самый Рим. Соответственно, когда Константинополь пал, орла взяли себе на герб все, кто хотел взять на себя роль наследника Рима. Этого же орла долгое время использовали и турки-османы как победители, но в итоге как-то не прижилось. Этого орла с одной или двумя головами использовали и так называемые наследники Западного Рима, так как этот символ был и у него, и назывался Аквила. Однако и сам Рим у кого-то его позаимствовал, ведь ровно такой же символ встречался у хеттов, шумеров и Вавилона под именем Анзуда, добрался до Индии под именем Гандабирунда и даже Китая. Везде он использовался очень давно, хоть и не так обширно. О точном значении и происхождении символа во всех этих местах говорить, конечно, нельзя, но использование неудивительно. Орел везде и всегда почитался как сильная и красивая птица, ну а схожесть изображений можно объяснить тем, что торговые и культурные связи у этих народов были и весьма активные. Еще одним известным геральдическим животным является лев. В России львы особо не прижились, но являются символом, к примеру, Англии, Дании, Эстонии и многих других европейских государств уже очень давно. Конкретно эти королевства, а точнее их предки, взяли их себе в символику еще в великое переселение народов с образованием своих государств на, опять же, римских руинах. Но откуда? В Европе же львы никогда не водились. Нет, но они водились в Северной Африке и чуть-чуть на Ближнем Востоке, а потому часть средневековых домов взяли символ льва из античного и римского искусства, а часть познакомились со львами как раз во времена крестовых походов. Каждый герб имеет свою историю, иногда потерянную, а потому в примеры уходить не будем. Одним из источников также является Библия, а точнее Ветхий Завет. Одно из колен Израилевых колена, Иуды, со времен Иудейского царства ассоциируется с символом льва. Популярным и широко эксплуатируемым в поп-культуре в силу своей абстрактности символом является бурбонская лилия с флага Франции. В основном она ассоциируется именно с ней, но вообще использовалась и в Германии, Италии и даже в Сирии в Средневековье. Но, как и все символы, корнями уходят в глубокую древность. Лилия – цветок распространенный и очень красивый, поэтому его использовали шумеры в короне Дагона, скифы в своих украшениях, а также греки, египтяне и все остальное население Средиземноморья. С появлением христианства лилия обрела значение непорочности и стала атрибутом Девы Марии. На флаг Франции лилия попала, по легенде, из рук ангела во время сражения с алиманами. По факту же ее туда поместил королевский советник династии капитингов Сугерий в XII веке, создав эдакую ассоциацию Франции со всем хорошим. Но и самым популярным символом, который используют много-много стран вне зависимости от своей идеологии, является звездочка. По-серьезному ее называют пентаграммой, пифагорейским пентаклем, ну или просто пятиконечной звездой. Появилась она очень давно, и никто не знает где именно. Вероятно, это один из самых ранних символов, которые когда-либо использовали осознанно для какой-то цели. Достоверно известные рисунки шумер и египтян с точно такими же ровными звездами возрастом в 5000 лет. Использовались они для изображения, собственно, звезд на небе, никакой подоплеки. Почему же их рисуют именно такими? Вряд ли в глубокой древности прям запаривались над ровностью этих звезд, но с развитием математики и геометрии у шумер эти звезды стали приобретать свою нынешнюю форму. Конечно, пятиконечный вариант не был единственным. Например, в иудаизме сейчас используется шестигранная звезда, которая ранее также использовалась и многими другими народами и странами. Почему в Европе, а после и во всем мире закрепилась именно эта звезда, сказать трудно, но, вероятно, тут есть связь с тем, что Пифагор восхвалял именно этот вариант как шедевр геометрии с идеально подогнанными углами. Этот же рисунок закрепился в христианстве в роли пентаграммы, в которой изначально помещался Иисус, а потом она стала ассоциироваться с сатанизмом. Также звезда закрепилась в символе Ислама, который, кстати, тогда с ним еще и не ассоциировался, но об этом как-нибудь потом. Вы можете найти звезду на бесчисленном множестве средневековых гербов и рыцарских щитов. Никакого уникального значения здесь нет, просто рисунок мега простой и невероятно популярный. Ныне вы его можете видеть во всех флагах СССР, Китая, Кореи, США, Европейского Союза и многих других стран и образований. Но давайте разберем и конкретные примеры, а именно гербы средневековых рыцарей. Одним из самых знаменитых, в том числе благодаря тому, что используется он до сих пор во флаге королевства, стал герб Ричарда «Львиное сердце». Ричард был не просто королем Англии, но и рыцарем, сражавшимся в Третьем Крестовом походе. Собственно, его герб основан на существовавших ранее королевских английских гербах, которые восходят к символике саксов, которую те привезли еще с материка. Львы, как сказано ранее, были установлены еще в римскую эпоху, а вот количество было разным, то один, то два, но Ричард установил Третьего и закрепил его там. После крестового похода герб стал королевским штандартом, а затем и символом всего королевства, в коем статусе остается до сих пор. Еще одним интересным гербом является герб Вифреда Волосатого. Графа Барселоны. По легенде, в первом крестовом походе он получил много ран. Тогда Карл, второй лысый король западных франков, обмакнул свои пальцы в его кровь и провел ими по золотому щиту. Так родились флаг и герб современной Каталонии. Скорее всего, это лишь легенда, однако довольно изящная. Не менее изящная легенда и у герба Трэмпировичей, хорватских князей. По легенде, хорватский князь Святослав Суронья выиграл территорию Далмации, современной Хорватии, в шахматной партии у итальянского дожа. А потому по сей день на хорватском гербе изображено шахматное поле. Помимо красивых легенд, есть у некоторых гербов и смешные, но при этом реальные истории. Вот пример из нашего телеграм-канала. Лорд Ян ван Аббенбрук, получивший свою фамилию и вотчину Аббенбрук в Нидерландах, на своем гербе показал символ своей отваги. А вы смеетесь. Благородный, сир в одиночку, трое суток отбивал натиск французов в брюге. Он дождался подкрепления и выстоял, но за время осады его исподнее свежее не стало. Сэр Ян воспользовался этим и повесил его над проломом стены в знак своего неуважения к врагам. Так вот и закрепилось. К слову, город Аббенбрук, принадлежавший его семье, до сих пор носит этот герб, но уже не в такой форме. Продолжая тему юмора, давайте отстреляемся и по гербу рода Каллеони, на котором изображены три мошонки. Вообще-то персонаж для итальянской истории значимый. Ему стоит много памятников в родной Венеции, поэтому там шутить над ним не надо. Точно неизвестно происхождение такого герба. По одной версии Каллеони был бабником, по второй евнухом из-за несчастного случая на турнире. Так или иначе его потомки герб переделали в банальные перевернутые сердца. Это мы с вами 10 минут только о средневековых европейских гербах говорили. А сколько интересного еще по всему миру. У японских сёгунов и дайме есть своя отдельная система гербов. Очень интересная геральдика Ближнего Востока. А как насчет символики глубокой древности? Или наоборот уже современных светских стран? Или хотите отдельный ролик с рофельными гербами? Тема неисчерпаема, так что если она вам понравилась, навалитесь на кнопку лайка. Дайте нам повод поместить ее на наш рыцарский герб. А пока что мы прощаемся. До новых встреч, друзья!